Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Понедельник, 26 марта, и давайте посмотрим, с чем у нас начинается текущая торговая неделя. И я напоминаю, что если вам нравится этот видеообзор, вам нравится формат, то обязательно ставьте лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Итак, начнем наш обзор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре сохраняется тенденция восходящая. Ближайшие цели роста – это уход выше максимум, которые были зафиксированы на прошлой неделе, и движение в области 1.2413. Среднесрочная цель находится на отметке 1.25. Возврат к продажам будет рассматриваться в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальной значения, которую мы делим 22 марта на уровне 1.2286. Пара британский фунт и американский доллар также сохраняет свой восходящий импульс. Цели роста – это, во-первых, уход выше максимум, которые были зафиксированы 22 марта, ну и далее движение на 42.86. Возврат к продажам будет рассматриваться в том случае, если мы увидим пару британский фунт ниже минимальной значения четверга и пятницы, которые были зафиксированы в области 1.4084. Пара американский доллар, канадский доллар сохраняет свое нисходящее движение. Ближайшие цели по снижению – это уход ниже минимум четверга и пятницы, то есть ниже уровня 1.2828 и далее движение на 1.27. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальных значений прошлой торговой недели, которые были зафиксированы на уровне 1.2939. Пара американский доллар, японская иена на текущем также сохраняет свое нисходящее движение. Ближайшие цели по снижению – это область 44.50 и 103.96 и возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу на уровне 105.32. Целью роста в этом случае будет движение на 106.79. По паре австралийский доллар, американский доллар, тенденция восходящая с прошлой недели сохраняется. Ближайшие цели роста – это уйти, во-первых, выше максимума в пятницу, затем обновить максимальные значения 20, 21 и 22 марта, то есть уйти выше уровня 77.83 и двигаться по направлению 79.13. В том случае, если мы увидим уход ниже минимальных значений конца прошлой торговой недели, а именно уровня 76.80, то в этом случае уже будем ожидать продолжения коррекции по австралийцу. Еврофунт в пятницу пытается закрепиться выше максимальных значений, которые были зафиксированы в четверг, 22 марта и на текущий момент в рамках часового таймфрейма мы предполагаем начало восходящего движения. Данный сценарий будет актуален до тех пор, пока еврофунт торгуется выше минимальных значений в пятницу, которые были зафиксированы на уровне 87.08. Золото продолжает свое движение восходящее. Цели роста – это движение в область 1368, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы 22 марта на уровне 13325. А по нефти марки Brent тенденция восходящая сохраняется. Следующие цели роста – это область 71.70. Возврат к продажам, а значит и начало коррекционно нисходящего движения, будет актуально в том случае, если мы увидим нефть марки Brent ниже минимума в пятнице, а именно ниже уровня 6884. А по индексу DAX тенденция нисходящая продолжается. Цели по снижению это область 11417. Ну а в том случае, если мы видим индекс DAX выше максимума в пятнице, то есть выше уровня 12000 ровно, то в этом случае мы можем ожидать начала вновь восходящего движения по данному активу. Биткоин на выходных пытался завершить коррекционно нисходящее движение, которое у нас началось на прошлой неделе, но вчера, в воскресенье, мы вновь вернулись в фазу снижение. Эта тенденция и остается на текущий момент на понедельник. Цели по снижению это область 8200 долларов за один биткоин и следующий целевой уровень это 7182. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если биткоин сможет закрепиться, во-первых, выше максимума, которые были зафиксированы в воскресенье на уровне 8673, ну и далее движение уже на 9000 и 10000 будет актуально. Итак, коллеги, всем желаю хорошей торговой недели. Я напоминаю, что сегодня понедельник, а значит у нас, как всегда, пройдет в 18.30 вебинар, на котором мы каждый из инструментов разберем более подробно. Вебинар проходит на нашем YouTube-канале, поэтому не забывайте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Сейчас все трансляции, по крайней мере, которые запланированы, будут выходить в понедельник в 18.30 по Москве, Таллину, Киеву, о Риге. Ну что, коллеги, всем хорошего дня и увидимся вечером. Всем спасибо и до свидания.